Ивановскому художественному музею предоставлено почетное право открыть серию региональных выставок художников-импрессионистов. Вернисаж под названием «Возвращение в Эдем» организовал Московский музей русского импрессионизма. Здание музея еще не открылось, идет ремонт, но коллекцию уже не раз показывали любителям российской живописи. Владелец Полотин, бизнесмен и меценат с ивановскими корнями Борис Минц. Мы в большей степени, конечно, собираем по меру русский импрессионизм, и многое из того, что вы увидите, или уже увидели, и увидят наши ивановцы, это многие работы были привезены с Запада, и в общем не были, так сказать, многие там в течение почти века в России, потому что были привезены там в 2014-2018 году. Приобретать картины дело непростое, особенно если речь идет о хороших работах кисти известных художников. Кроме того, частным коллекционерам приходится конкурировать с крупными государственными картинными галереями, например, Третьяковской. У музейщиков есть даже анекдот на эту тему. Император пытался купить одну работу, которая ему понравилась, а ему ответили, Третьяков уже купил до вас. Вы знаете, Третьяков уже очень многое купил до нас, поэтому, конечно, собирать музей искусства конца 19-го, начала 20-го века в 21-м веке трудно. Хороших работ, которые можно купить частному лицу, мало. Отбор строгий, музейный, требовательный. Это очень кропотливое дело. Возвращение в Эдем название не случайное. Эта живопись фиксирует прекрасную, знакомую нам по романам умиротворенную жизнь конца 20-го века. Те работы, которые вы видите на выставке, они, конечно, идут в разрез с тем актуальным искусством, которое наседает со всех сторон на нас сейчас искусством будоражащим, агрессивным местом. Вот русский импрессионизм для нас – это возвращение к теплу, спокойствию, доброте, свету, светлости. Зрители смогут увидеть произведения Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других мастеров рубежа 19-го, 20-го веков. В экспозицию также вошли работы ивановских художников Вячеслава Федора и Владимира Рогозина. Вам покажется странно, что Рогозин вписался в ряд, но особенность вот этого музея, что мне нравится в концепции деятельности и будущей деятельности, и сегодняшней, что они дают в развитии. Они находят вот эти самые важные элементы импрессионизма и в 20-м веке, и в сегодняшнем дне. То есть это подтверждает импрессионизм как явление в русском искусстве. Формированием этой коллекции Борис Минц и его помощники занимаются на протяжении 10 лет. Собрание полотен художников-импрессионистов все время пополняется. На аукционах в Лондоне и Нью-Йорке нередко выставляют на продажу работы русских мастеров. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.